Свыше 20 казахстанских судей наказали за некорректное рассмотрение дел с начала года. Это в 2,5 раза больше, чем в 2023. Об этом сообщили в Сенате представители Верховного Суда. В Верхней Палате парламента также сегодня одобрили единые правила обращения в Кассационный суд. Теперь жалобы будут поступать напрямую в коллегию без предварительного рассмотрения. Изучать их смогут сразу три судьи, но не дольше полугода. Это позволит значительно упростить процесс обжалования, улучшить качество правосудия и повысить доверие к системе, считают законотворцы. И кроме того, поправки дают право замам генпрокурора, главному военному и транспортному прокурорам вносить протесты в Кассационную инстанцию. Пока такая возможность есть только у главы высшего надзорного органа. Также предлагается сократить срок рассмотрения дела о признании организаций экстремистскими с месяца до 10 дней. Я напомню, самостоятельные кассационные суды по уголовным, гражданским и административным делам заработают в Казахстане уже с 1 июля будущего года. Усовершенствовали механизм. Во-первых, самостоятельность создания судов кассационных, допуск к слошной кассации, о чем люди говорят. Говорят, уберите вы эти фильтры непонятные, дайте нам возможность пройти кассацию третью инстанцию. Это унифицируется правило, то есть все будет одинаково. Что уголовное, что гражданское, что административное дело будет идти по одинаковому процессуальному порядку обжалования. Поправки в закон связаны с деятельностью трех самостоятельных кассационных судов, которые будут созданы по поручению главы государства в следующем году. В частности, пересмотрены основания, условия, а также сроки рассмотрения дел в кассационном порядке. Вносятся также изменения, призванные укрепить независимость судей и их ответственность. Надеемся, что закон будет способствовать обеспечению прозрачности и оперативности судебных процессов. Продолжение следует...